Всем привет! Это у меня 5-метровая грядка. Я буду на нее высаживать разные культуры. Я решила разместить так. С этого края у меня будет засажен корневой сельдерей, лук, который пойдет или на зелень, или на репку, я высажу весь вдоль бортиков грядки. Посередине у меня будет расти фасоль, капуста пакчой. И с этого края я высажу томаты. Итак, с этого края я буду высаживать томаты. Добавляю в каждую лунку вот по такой горсточке конского навоза и по одной горсти золы. Перемешиваю, хорошо проливаю и буду высаживать. Это у меня сорт 0,33. Это сараевский томат, вот такой маленький. Сейчас он, конечно, не ахти, но ничего. В земле он оклемается. Чуть-чуть заглубляю. Расстояние между томатами будет у меня максимум 15 см, а между собой тоже примерно 15 см. Близко к краю я не буду к бортикам сажать, так как я буду высаживать сюда вдоль всей доски лук. С другого края грядки я буду высаживать корневой сельдерей. В посадочную ямку я насыпала только золы, буквально горсточку. Проливаю теперь, перемешиваю с землей, проливаю очень хорошо и начинаю высаживать. Корневой сельдерей я сеяла 11 февраля посев. Конечно, его нужно уже давно высаживать, но у нас не было погоды. Вот такие уже корешки шикарные. Все нижние листья, вот такие, желтые, я их сразу убираю. И которые ложатся близко к земле. И не заглубляя, я высаживаю. Вот как он рос, так и высаживаю. И возле стебелька приминаю землю. Все, видите, ни капельки не заглубило. Лучше не заглублять, потому что будут нарастать лишние корни. А корни нам эта борода не нужна. Нам же нужен корнеплод. И здесь также обрываю все листики, такие корешки. Устанавливаю и присыпаю землей, не заглубляя. Сельдерей высаживаю на расстоянии 15-20 см, а между рядей не менее 20 см. За сельдереем я посажу фасоль. Добавила в лунку по горсточке золы. Хорошо ее проливаю. И в грязь высаживаю. Эту фасоль я посеяла пророщенными семенами 25 апреля. Уже довольно-таки хорошие корешки. И в грязь высаживаю. В рядке у меня будет по 3 растения. Она очень компактная. В длину вырастает до 30-40 см. Такие уже корни отличные. И уже между фасолью и томатами я высаживаю капусту пакчой. В лунку я положила горсточку золы. И не в глубокие посадочные ямки я высаживаю аккуратно. Расстояние между растениями 10 см. И так же примерно в ряду. Я выращиваю капусту пакчой не гигантских размеров. Нарастает средняя. Я сразу и срываю. И мне осталось высадить рассаду лука вдоль бортика грядки. Вот так выглядит моя грядка с совмещенными культурами. С краю высажены томаты. 4 сорта по несколько штук. Мне будет этого достаточно. Я замульчировала соломой. Дальше пакчой. В июне эта капуста уйдет отсюда и придет сюда шпинат. Это фасоль низкорослая, стручковая, которую не нужно подвязывать. И дальше корневой сельдерей. У меня корневой сельдерей мелкий корнеплод. Поэтому расстояние у меня 15, ну где-то и 20 сантиметров. Но если он более крупноклодный, то тогда нужно не менее 40 сантиметров высаживать друг от друга. И здесь по краю у меня высажен лук. Там, где томаты, лук я не высаживала. Потому что пришлось бы накрывать соломой, а это не очень хорошо. Я уже начала ставить дуги. И, конечно, все это накрою укровным материалом. Я вообще в этом году решила все накрывать укровным. Вот видите, у меня все накрыто. Совмещать культуры на одной грядке это очень хорошее решение. А я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока!